Данил, первый матч на предсезонке. Расскажите, каким он получился для вас? Для меня он получился таким, вроде как удачным. Гол забил. В принципе, первые цели, которые я поставил в себе, пока что реализуются. И хотелось бы закрепиться в составе, в Салате Леве. Пока хорошо все. Сегодня вышли под 70-м номером, сразу забили. Вообще, каково это было выходить под 70-м номером после того, как из команды ушел Хартиканин, который больше пяти лет играл за Салават? Да, обычно я не чувствовал никакого там чего-то необычного. Просто мой номер забрал Виктор Антипин. И мне сейчас покажется, делаю другую майку. Данил, ну вот сейчас сбор Салавата Леве. Серьезные нагрузки сейчас как оцените? Да мы проходили уже за свою карьеру и не такие нагрузки. В принципе, все. Тренировочный процесс построен сейчас уже грамотно. Не как раньше там в СССР. Нас не гоняют, мы не бегаем кросс. Нормально, справляемся. Ну, видимо, готовились неплохо к сезону. Говорят, что ГТС-тах был один из лучших результатов показаний. Ну, выносливость, может, это генетически, но летом я тоже готовился, да. А сегодня ноги у вас забиты были, нет? Нет. Нет? То есть это ваша скорость, которая может показываться? Ну, не, могу лучше, просто сейчас еще не набрал оптимальной кондиции. А, понятно. Ну, сегодня такие, ну, сыроватая немножко игра получилась. Немножко взаимопонимания, взаимодействия не хватало за них? Ну, мы еще просто, наверное, не все оттренировали на тренировках. Пока что занимаемся над конкретными моментами, и из-за этого, наверное, не было взаимодействия полностью. Ну, ваш гол немножко так это подсластил вперед, с него начался такой почти камбэк. Как вы взяли игру на себя в тот момент? Да, я не знаю, ничего необычного, просто побежал, открылся, бросил, удачно попал. Повезло. А под руководством Козлова приятно работать? Он является каким-то особенным таким человеком, с которым именно очень интересно работать на ваш взгляд? Ну, на данном моменте интересно и приятно работать. А, что, чем он необычен вообще? Вы, наверное, уже со многим вашим качеством тренеров поработали. Чем он уделяется? Ну, все знаем, да, это такой большой игрок, Махаэл, знаменитый пас на Овечкина на Олимпиаде, когда мы канадцев убрали. Вот, а как вот это вот, когда вот с ним работаешь, интересны им какие-то особенности? Может, у него какая-то аура такая, энергетика? Ответ поднимали? Не, ну просто интересно, чтобы посложнее был ответ. Да, я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Аура, да нет никакой ауры. Просто то, что игрок, тренер стал, который хорошо играл в хоккей, и хочется у него научиться и впитывать все, что он говорит. Он индивидуально подсказывает? Да, ко всем подходит. Фишечки, фишечки? Фишечки, может, и нет, но индивидуально тоже занимается с игроками тренерский штаб. Подходит, подсказывает. Все они только козлов. В целом, сейчас на сборах тяжелее или конкурировать с более опытными игроками? То есть, чем они лучше, в чем уступают, в чем ты чувствуешь, что уступаешь им? Да нет, не тяжело. Во-первых, это просто не в первый раз уже я на сборах в Салат-Вилаве. И уже возраст у меня не такой молодой, чтобы мне было тяжело. Надо справляться и обыгрывать, занимать место в составе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова